В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. С 1 июля в силу вступили ряд важнейших изменений в законодательстве. В Академии права и управления отметили выпуск молодых специалистов. День госавтоинспекции. Как сотрудники ДПС отмечают профессиональный праздник. С 1 июля в силу вступает ряд важнейших изменений в законодательстве, которые коснутся практически каждого. Повысится плата за коммуналку. Бизнесменов ждут новшества в налоговом кодексе. А для трудящихся увеличится минимальный размер оплаты труда. Обо всех изменениях подробнее расскажет моя коллега Оксана Тебенихина. Суммы в коммунальных платежах, которые мы получим в августе, вырастут в среднем на 4%. Это ниже инфляции и в два раза меньше, чем в 2015 году. Речь идет только о коммунальных ресурсах. Цены на жилищные услуги госрегулированию не подлежат, а устанавливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками жилья. Если расходы на оплату коммунальных и жилищных услуг, а также взносы на капремонт в совокупном доходе семьи превышают 22%, то она имеет право на субсидию. Россия с 1 июля переходит на моторное топливо не ниже экологического пятого класса или Евро-5, стандарт которой регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах. В рознице при продаже бензина и дизеля информация о марке топлива, в том числе об экологическом классе, должна быть размещена в доступном для потребителя месте, в том числе на бензоколонках и в кассовых чеках, полученных на АЗС. Если какой-либо из звеньев, отвечающие за обращение топлива, нарушит тех регламенты, например, начнет продавать Евро-4 под видом Евро-5, то ему грозит штраф. Для юрлиц при повторном нарушении он составляет до миллиона рублей и остановку работу на срок до 90 дней с конфискацией предметов нарушения. Дефициты топлива из-за перехода на Евро-5 не предвещаются, а следовательно, розничные цены не получат дополнительной надбавки за счет этого фактора. МРОД дошел до 7,5 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда повышается почти на 21%. Работодатели всей России не смогут платить сотрудникам меньше этой суммы. Это затронет интересы почти миллиона россиян. Из них 87% трудящихся работают в государственных и муниципальных учреждениях. Увеличением РОД является очередным шагом Минтруда России к повышению минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Сравнять два этих показателя планируется к 2020 году. Отныне, покупая в магазине алкоголь, мы сможем точно определить, легальный ли он. Все, кто торгует спиртным, должны начать отчитываться о каждом проданном в розницу литре. Для этого магазинам, даже самым небольшим, нужно подключить специальное оборудование, которое будет фиксировать сбыт в единой государственной информационной системе учета производства и оборота спиртного. Коротко говоря, ЕГАИС. В нее уже давно поступают сведения обо всем алкоголе, произведенном на заводах. С начала 2016 года туда также стекается информация о партиях спиртного, поступившего в розничные точки продаж. К ЕГАИС подключено 95% всех розничных точек. Также с 1 июля в России запрещена продажа сигарет в пачках более 20 штук. Большие пачки более привлекательны для покупателей, потому что позволяют сэкономить 10-20% от цены. И по мнению законодателя, люди от этого больше курят. Продажи сигарет в таких пачках в прошлом году заметно выросли. Теперь этому пришел конец. Медицинскую сферу изменения также коснулись. Карета скорой помощи должна будет приезжать до пациента за 20 минут. Это если речь идет об экстренном случае. Что нового? Во-первых, выездные бригады будут подразделяться на общепрофильные и специализированные. Во-вторых, скорая должна быть в пути не более 20 минут с момента вызова. Но регионам дали возможность уточнять время с учетом местной специфики. В-третьих, изменены требования к штатному расписанию. Отныне в нем не должно быть такой должности, как, например, водитель-фельдшер. Или рулить, или лечить. Кроме того, в бригадах скорой появятся медсестры и санитары. Медицинские услуги скорой помощи остаются бесплатными и доступными всем, кто в них нуждается. В Рязани с 1 июля определенные изменения произошли в городском движении транспорта. Так, для проведения восстановительных работ закрыли мост на улице Есенина. Капитальный ремонт путепровода планируют сделать за два месяца и открыть по нему движение к первому дню осени. А пока рязанцам стоит быть внимательнее при планировании маршрута в этом районе города. С сегодняшнего дня автомобилистов ждет еще несколько важных нововведений. Вводятся в обращение новые полисы ОСАГО розового цвета, которые лучше защищены от подделок. Также меняется форма медицинской справки, которую водители предоставляют в ГИБДД. Кроме того, государство начинает переход с бумажного паспорта транспортного средства на электронное. Обо всем подробнее моя коллега Марина Комиссарова. Электронные полисы ОСАГО теперь будут продавать и юридическим лицам. Физлицы получили возможность заключать договоры ОСАГО через интернет в июле прошлого года. При этом на сегодняшний день лишь 14 компаний предлагают клиентам такую услугу. Досконально изучать новый полис при оформлении под страхом получить подделку страхователям пока не придется. Страховщики уверяют, что мошенники научатся изготавливать фальшивки только через пару лет. Новой станет и форма медицинской справки, которую надо предоставлять в ГИБДД кандидатам в водители. Если раньше справки печатались на обычной белой бумаге, то теперь будут представлять собой защищенную полиграфическую продукцию с цветным фоном. На новых справках не будет фотографий и срок их действия будет единым для всех и составит один год. 1 июля запущена замена бумажных ПТС на электронные. По задумке в результате целый ряд процессов, связанных с перемещением транспортного средства, налогообложением, таможенным оформлением, допуском к эксплуатации и куплей-продажей станет более прозрачным. При потере, порче водительского удостоверения или смене фамилии, теперь для получения новых прав нужны будут только выписки, которые через интернет смогут получить собственники транспортного средства, те, кто хочет проверить машину перед покупкой и госорганы. Помимо тех сведений, которые вносятся в ПТС сейчас, в электронные паспорта впоследствии могут вносить и другие данные о наличии ОСАГО и КАСКО, пробеге, ДТП, техобслуживании и техосмотрах. Сама по себе замена не требует никаких финансовых затрат от граждан. В то же время чиновники уверяют, что процедуры внесения изменений в электронный паспорт будут обходиться гражданам дешевле. Сейчас автопроизводители, налоговые органы и ГИБДД будут тестировать систему через интернет. С 1 января 2017 года бумажные ПТС начнут постепенно выводить из оборота, а с 1 июля следующего года паспорта в бумажном виде перестанут выдавать совсем. Большой праздник сегодня начинают отмечать знакомые всем водителям охранники порядка на дорогах. День сотрудников госавтоинспекции отпразднуют 3 июля. Как правило, многие автолюбители забывают, что за строгим черно-белым жезлом скрывается нечто большее, чем просто желание наказать нарушителя штрафом. При любой непогоде, в любое время суток представители этой не самой легкой профессии следят за безопасным движением на дорогах ради жизни тех, кто в автомобиле и тех, кто на тротуарах. Поздравления с профессиональным праздником сотрудники и ветераны ведомства принимали от губернатора области, председателя областной думы, начальника регионального ОМВД, руководителей органов государственной власти и местного самоуправления. Сотрудникам, отличившимся при охране общественного порядка, в том числе на территории северо-кавказского региона, достигших наибольших успехов при исполнении служебных обязанностей, вручили ведомственные, региональные и муниципальные награды. Наград заслужили 53 сотрудника. Мы сегодня отмечаем, что служба ГИБДД, управление Министерством внутренних дел Рязанской области в профессиональном плане действительно является образцом для подражания многих и многих подразделений. Я искренне хотел бы поблагодарить всем присутствующим за эти теплые слова, которые были сказаны. Коллегам пожелать успеха в работе и, самое главное, уважаемые, не останавливаться на достигнутом. Торжественная церемония, посвященная 80-летию со дня создания Госавтоинспекции МВД России, началась с выноса знамени у МВД России по Рязанской области. Руководители в своих поздравительных выступлениях отметили ключевое значение Госавтоинспекции в обеспечении общественного порядка, важность и непростой характер задач, стоящих перед сотрудниками службы ГИБДД, связанных в первую очередь с большим числом и постоянным увеличением количества транспортных средств в области. Ведь нередко результатом усилий сотрудников ГИБДД является спасение человеческих жизней. Руководители отметили также эффективное взаимодействие ГИБДД со всеми органами власти, как по обеспечению безопасности дорожного движения, так и в деле профилактики ДТП, а также высокие показатели работы Рязанской госавтоинспекции. Поздравляя сотрудников Рязанской госавтоинспекции с юбилеем, начальнику МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Николай Пелюгин отметил, что за годы со дня создания службы значительно увеличилась нагрузка и круг задач, возложенных на ГИБДД. На день создания службы в Рязанской области насчитывалось всего 100 единиц транспортных средств, а сегодня порядка 500 тысяч единиц, и это число неуклонно растет. В работе инспектора ДПС нет и не может быть рутины. Каждый день не похож на вчерашний. Проверки, усиление, задержание, погоня. Никогда не угадаешь, что ждет тебя за поворотом. В этом убедилась и моя коллега Анна Герцовская. Каз 21-14, стадия М262, Роман Хритон, по праве остановится. Даже перед патрульной машиной рязанцы могут иногда нарушать правила дорожного движения. По словам автоинспекторов, граждане стараются так не делать. Чаще всего это происходит случайно, если водитель торопится и сам того не желая забывается. В целом дисциплина у горожан существует, но некоторые правила людям приходится все же напоминать. Буквально показывая пальцем статьи в первоисточнике. Смотрите, вот правил такой, статья такая. Некоторые люди бывают, конечно, вообще индивидуумы, которые, как говорится, даже правила незаконные. Я вот по-своему делал и буду делать. Другая категория людей – это водители с большим стажем, которые ездят по накатанной дороге по старинке на память, не замечая новые знаки или разметки. Пешеходы тоже иногда действуют не совсем логично. Многие из них не знают, что за переход в неположенном месте им грозит административное правонарушение. Но не всегда именно им может завершиться диалог автоинспектора как с водителем, так и с пешеходом. Сотрудники ДПС вместо штрафа могут вынести предупреждение в случае нарушений. Поэтому даже остановка автомобиля автоинспектором многих водителей совсем не пугает. Абсолютно не пугает, потому что у нас ушла коррупция полностью. И те вопросы и правонарушения, которые совершают наши граждане, они фиксируются на камеры в городе, естественно. И нам дают определенные благи. А благи в том, что мы можем очень быстро платить штрафы, если вдруг совершили какое-то преступление. Ну и, естественно, они очень лояльно относятся к нам, как к простым гражданам. Если мы осознаем на месте свои ошибки и приносим извинения. Вообще свободно, без проблем. То есть никаких переживаний нет. То есть, когда все в порядке, не за что переживать. Водители отмечают, что сотрудники ДПС по максимуму стараются обеспечить безопасность на дороге. И очень ответственно относятся к своей работе. Поэтому горожане с уважением относятся к автоинспекторам. В первую очередь обеспечивают безопасность на дороге. Они всегда следят за порядком. Особенно ушло до переходов. Безопасность на дороге нужно организовывать и самим водителям. Следить за тем, какие появляются нововведения в правилах дорожного движения. Ведь их происходит достаточно много. И чтобы водители могли избежать неприятной ситуации, лучше всего подкреплять свои знания. А также повторять давно существующие правила. Тогда и праздник на дорогах города для госавтоинспекторов будет случаться чаще, чем один раз в году, как это принято в Деньги БДД, который отмечается в нашей стране 3 июля. Ведь даже пожелания самих водителей в преддверии этого праздника говорят о том, что вся ситуация на дорогах зависит только от самих автолюбителей. Поздравляю сотрудников ДПС с праздником и желаю им терпения. И в принципе, чтобы поменьше было случаев нарушения и, соответственно, спокойных водителей и спокойной обстановки. И еще один праздник сегодня отмечают люди в погонах. В Академии права и управления прошел выпуск молодых специалистов. На плечах еще вчерашних курсантов появились самые первые звездочки. Поэтому торжество кажется особенно трогательным. Почему молодые люди выбрали небеззаботную студенческую жизнь, оберцы, марш-броски и ежедневные построения в течение пяти лет, узнала Марина Комиссарова. Выпускные ведомственных вузов всегда отличаются особой торжественностью и красотой. Молодые люди и девушки, выбравшие юность в сапогах, сегодня получили дипломы и офицерские погоны в самом сердце нашего города, в Рязанском Кремле. 279 человек пополнили ряды офицеров Уголовно-исполнительной системы России. К этому моменту каждый из них шел долгих и одновременно мимолетных пять лет. Строевые и марш-броски, наряды и сборы в загородном учебном центре, в любую погоду, зной, дождь или мороз. Мальчики и девочки в форме в СИН выдержали все, что подготовила им Академия ради вот этой минуты, когда к ним на плечи опустились офицерские звездочки. Под жарким июльским небом сегодня они проходят строем в последний раз, выполняя традиционные для выпускников Академии ритуалы. Прощаются со знаменем, расписываются на денежных купюрах младшекурсников, тем самым передавая эстафетную палочку следующей смене. С особыми, ни с чем не сравнимыми эмоциями подкидывают вверх монеты, в знак бескорыстия и на удачу. Команда! Чет! Кирик! Старик! Не скрывают вчерашние курсанты улыбок на лицах. Долгожданный рубеж пройден, теперь каждый отправится по месту службы. Но годы в Академии навсегда связали сокурсников. Понять это могут лишь те, кто прошел вместе огонь и воду. Этот момент мы ждали пять лет, как сами представлять, как мы можем ждать, прям в предвкушении вот этого праздника, чтобы поскорее уже выпуститься, работать. И будем, конечно, скучать по своим друзьям, с которыми в течение пяти лет бок о бок служили. Пять лет, вместо того, чтобы летом носить каблуки и платья, носили перцы и форму полевую. Не сложно было? Нет, мы со всем справлялись. Было тяжело одновременно, в то же время и радостно, что получилось. На плечах погоны. Это большая ответственность, поэтому да. Вузов, которые готовят специалистов для уголовно-исправительной системы, в России восемь. Но Академия ФСИН в Рязани по праву занимает среди них лидирующую позицию. Это из года в год подтверждают как выпускники и специалисты, востребованные в учреждениях по всей стране, так и сумасшедший конкурс при поступлении. У нас есть своя специфика. Даже, казалось бы, такая профессия, как бухгалтер, у нас общая профессия. И было время, мы ее, так скажем, немножко сузили, количество выпускаемых этих бухгалтеров, о чем сейчас мы пожалели, потому что есть своя особенность, именно специфика нашей уголовно-исправительной системы. То же самое есть профессии психолога. То есть вот те профессии, которые обычные вузы не выпускают именно для нас. Потому что работа в уголовно-исправительной системе, это вообще особая работа, поймите правильно. Мы работаем, у нас очень тяжелые работы, очень сложные психологические работы, но мы работаем не с самым лучшим частью нашего населения. Поэтому, понимаете, поэтому должна быть специальная подготовка. Родственники плачут и обнимают счастливых выпускников. Каждый лейтенант – настоящая гордость для своей семьи. Торжественная церемония подошла к концу, но для молодых офицеров выпускной только начинается. Впереди сегодня еще немало традиций и ритуалов, которые им предстоит выполнить уже в неформальной обстановке. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера и летнего настроения. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok